Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намаслей. Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчен – это человек, который путем глубоких медитаций получает для нас божественные послания на самые важные вопросы, волнующие нас в современности, и делится этими посланиями с нами. Сегодня мы говорим про возможность ядерного апокалипсиса. К нам часто обращаются люди с этим вопросом. Буквально недавно я получил сообщение даже из Сан-Франциско, от бывшего мигранта из СССР Александра Кацмана. Да много людей различных спрашивают о том, скажите, пожалуйста, будет ли ядерная война. Я хочу высказать восхищение всеми нашими зрителями, поблагодарить их. Я хочу сказать, что вы не просто люди, вы божественный свет, который явился в этих ваших сейчас телах на землю и проживает жизнь. это Бог через вас проживает эту жизнь. Я хочу поблагодарить каждого из вас, потому что вы посылаете нам столько любви, столько поддержки и столько восхищения, что, а восхищение, кстати говоря, это форма любви. И ваша общая любовь, она помогает подняться вибрациям нашего канала, именно на божественный уровень. И так же я хочу сказать, что и я, и Александр, мы очень любим вас и благодарим за то, что вы с нами. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Когда я рос в детстве, страх ядерной войны был настолько велик, что это был действительно самый главный страх нашего детства. Я родился в 1972 году, вот все мое детство, это 70-е, 80-е годы, нам постоянно говорили про страх ядерной войны. Это было настолько повсеместно, что, хоть я его никогда видеть не мог воочию, но у меня были сны, даже в сны, когда взрывалось, происходил ядерный взрыв, это был самый дикий ужас, который я пережил. Потом, слава богу, пришла демократия, пришло освобождение и дружба, пришли другие времена, когда казалось, что об этом можно забыть навсегда. Вот уж никак не мог поверить, что еще даже не дожив до старости, а я окажусь опять в ситуации, когда ядерный страх станет самым главным страхом на земле. В первую очередь, конечно же, виноваты в этом США, их кровожадные, их очень жадные вечные властители, которым всегда мало, которые всегда хотят больше власти, больше контроля, которые зачем-то двигали это НАТО постоянно к границам России, которые провоцировали, постоянно тыкали палкой медведя спокойно, спящего, давай, 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 вот мы тебя сейчас загрызем, мы вот рядом, и довели, довели. Медведь поднялся, зарычал, теперь тем уже страшно, теперь всем страшно, теперь мир на пороге опять ядерной катастрофы. И поэтому нам так важно сегодня поговорить с Арченой, узнать, что же она об этом думает. Есть несколько очень горячих точек на нашей планете, где мы поговорим сегодня о каждой из них, где в принципе может рвануть. Но нет ничего горячее сейчас, чем Украина, чем война, которая там идет, по сути, России со всеми теперь уже 32 странами НАТО, которые снабжают и инструкторами, и вооружениями Украину, и которые хотят войны до последнего украинца. А когда, видимо, он кончится, последний украинец, то они хотят зайти туда уже сами, а это неизбежность ядерной войны. Поэтому все складывается так, что она будет. Даже Илон Маск, этот человек, в общем, очень интересный, глубокий, прогрессивный, наиболее яркий представитель всего бизнес-сообщества в нашу эру, человек, который исследует космос, запускает космические корабли. Даже он говорит о том, что вероятность ядерной катастрофы стала так велика, что время, самое время бежать с Земли на Марс или в космос куда угодно. И абсолютно серьезные эксперты, журналисты обсуждают эту тему, как что, ну все, теперь действительно человечество подошло, и практически избежать этого становится уже невозможно. То есть все засасывается в эту воронку повышающегося градуса агрессии, которая неизбежна, рано или поздно вот эта воронка, вот сейчас она раскручивается, раскручивается, и потом просто произойдет всеобщий взрыв. Так ли это? В этом мой вопрос Арчини. Дальше. ВОКРАН이� Entrevo? Возвращая энергию poblaciones на Украине. nuclear war means finish all planet, all humanity but even like that even people understand that it will be finish of all life even like that serious experts serious leaders of the country speaking about nuclear war even president of Estonia woman, young, beautiful woman say that we don't need to be scared of Russia and their nuclear nothing will happen or we will be win so what you see first of all about Ukraine, other regions we will see later will happen nuclear war because of Ukraine between Russia and the West and US and NATO for whoever is saying don't need to be scared of nuclear all these people are very irresponsible and they are not in their divinity and all these people they are simply lost they are lost they are not aware of who they are and they don't contain the value in their words they are not in their and they are not in their and they are not in their so taking into consideration about what they are saying as the truth it will be only degrading your energies слушать подобных людей это просто зря терять энергию so like I said it does not matter which experts say what about the situation which president say what about the situation none of these things truly matters because what God has decided is exactly what is going to unfold here поэтому не надо слушать никаких экспертов не надо слушать никаких лидеров государств которые зазря наводят панику и мелят языком то что божественно предназначено то и будет предсказания знаменитой праведицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного буквально несколько слов хочу сказать заказчикам и заказчицам Арчены а также тем кто планирует ими стать понимаете Арчена у нас одна у нас нету никакого агентства ясновидящих у нас нет никаких партнеров никаких исполнителей других потому что люди которые к нам обращаются они хотят получить предсказания или исцеления именно от Арчены и ни от кого больше поэтому мы очень ограничены возможностях при том что мы постоянно работаем для подготовки записи для вас видео для записи видео и Арчена постоянно работает с заказчиками практически без выходных но много она обслужить людей не в состоянии почему потому что она с каждым работает на совесть это ее принципиальный подход что только высшее качество работы возможно с каждым человеком поэтому этот процесс идет медленнее и мы никак не можем его ускорить поэтому только те кто готов ждать только те у кого есть терпение пожалуйста обращайтесь к Арчене и те кто уже записался мы просим проявлять понимание и ожидание всем вам Арчена окажет обещанные услуги Бог не поддерживает все эти вещи. Для того, чтобы сберечь создание Бога, созданное им с любовью. Они, которые всерьез обсуждают возможность ядерной войны с Россией, они подобны детям, играющимся в игрушки. Они еще не выросли, не повзрослели, не поумнели. Но Бог знает пути, которыми можно остановить этих заигравшихся детей. Поэтому не следует всерьез воспринимать все эти речи о возможности ядерной войны. Просто не надо тратить на это свое время, энергию. So, externally, in the 3D world, it may look like things are brewing up. Like, it looks like this is the end. This is what exactly is going to take place. And the situation is showing to you that this is the outcome. So, do not believe what the circumstances are showing to you. Because any moment things can be changed. Because most of the things, which are happening, it's happening in the unseen world. Поэтому не надо фокусироваться на речах чьих-то или на чьих-то прогнозах людей, которые сами по себе не пробуждены. Настоящие процессы происходят невидимыми человеческим глазам. И эти процессы, они остановят любое развитие вот такого события. То есть, такого сценария, где происходит глобальный ядерный апокалипсис, который сметает все живое Земли и губит живое все, такого сценария я не вижу. То есть, вот эти политики, они будут продолжать играться этими страхами, продолжать нагнетать это, но ничего в большом масштабе, в глобальном масштабе не будет. Правда, Арчена уточнила, что может быть что-то в малом масштабе, поэтому я хотел бы уточнить. Я имел в виду, что то, что происходит сейчас, вот эта война, она будет вот на таком масштабе и происходить, но она не развернется в масштаб глобальной ядерной катастрофы. Предсказания знаменитой проведицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Эти политики, они могут, как заигравшиеся мальчишки, говорить различные страхи, запугивать, но ничего такого не произойдет. По простой причине это не имеет божественной поддержки. И это происходит, потому что люди в тех странах, где говорят об этом, они дали свою власть не тем людям, которым надо было ее давать. И те события катастрофические, которые сейчас уже происходят, они происходят по решению тех властей, которые были избраны в этих странах. И до тех пор, пока эти люди будут находиться во власти, пока люди будут отдавать власть именно этим персонажам, до тех пор этот хаос будет распространяться дальше. Да, к сожалению, события будут развиваться по все более и более сценариям хаоса и катастроф, но это не значит, что это приведет к ядерному апокалипсису. Такого рода политики, которые создают всю эту панику, они исходят из собственного эго, из желания его показать, его насытить, его удовлетворить. И до тех пор, пока они будут выступать именно от своего эго, не понимая божественного смысла, божественной энергии, так и будет до этого времени хаос и катастрофа. Ну, они дойдут в конечном итоге до кондиции, до той ситуации, что у них не будет никакого другого выхода, кроме как идти на компромисс и глушить всю эту жаркую ситуацию. Потому что всего два выхода есть. То есть или идти на компромисс, или умирать в ядерном апокалипсисе, другого нет. Конечно, выберут компромисс, потому что хотят жить. Вот и всё. Здравствуйте, Арчена. Здравствуйте, Александр. Я хочу вам вынести свою благодарность за помощь, которую вы мне оказали. И сказать вам огромное спасибо за то, что сейчас я могу жить, улыбаться, ходить по земле. И это действительно правда. Если бы я не обратилась к вам, то я не знаю, что со мной было бы. После того, как я получила 1 сентября от Арчены ролик, я поняла, что всё налаживается, жизнь моя налаживается. Я следовала советам и рекомендациям Арчены. В течение трёх месяцев я почти восстановилась. Продолжаю сейчас. Сердечко моё шалит всё меньше и меньше. Как и Арчена обещала, что постепенно наладится моё здоровье. И я буду жить. Нету жить, так сказать. Я желаю всем счастья, здоровья, мира и добра. А ребятам желаю процветания. Я вас очень люблю. Обожаю просто. Вы правильно, вы выбрали правильный путь. Вы помогаете людям. И всем хочу сказать, обращайтесь к этим молодым людям, Арчене и Александру. Они вам помогут. Обязательно помогут. Как помогли и мне. Спасибо вам, мои дорогие. Счастья, мира и добра вам. Спасибо. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Ну что ж, такое вот прекрасное, оптимистичное, светлое послание от Арчены сегодня. Давайте поблагодарим её за это важнейшее послание. Спасибо, Арчена. Спасибо. Пожалуйста, поставьте ваш лайк, подписывайтесь на наш канал, напишите в комментариях всё, что вы думаете об этом. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Субтитры подогнал «Симон»